Ребята всем привет сегодня у нас пятый день не так ребята всем привет сегодня у нас первый день однодневного двухколесного путешествия по Беловежской пуще сейчас мы находимся в пуще взяли велики на прокат перерасчете на рубли выходит почти 500 рублей за велосипед мы взяли большое путешествие которое рассчитано на 4 часа и мы должны сдать велосипед через 4 часа за каждый лишний час берется плата почти 70 рублей вот здесь вот такие вот асфальтовые дорожки едем вдоль леса и елочки смотрите какие прикольные велик конечно такой подушатым и скрипит все потому что осень видимо на лето здесь как раз покупают новую партию великов и вот наверное может быть сезон они и ходят красиво прикольно ребят вот эта вот третья точка называется она дуб отшельник и вот смотрите в этот в это дерево в этот дуб вот ставили такую фигурку это является третьей точкой нашего маршрута нам выдали вот такую карту смотрите вы должны ехать по этой карте и как бы уже две точки мы где-то профукали то есть в конце нашего путешествия мы тогда попробуем посмотреть эти первые две точки далее такой брошюра называется большое путешествие и здесь вот там всем описывает вот он дуб отшельник вот смотрите мы его нашли надо будет потом найти голова зубра и дуб красный следующее у нас будет татарское багно вот так это болото так ну в общем двигаемся далее ребят мы конечно же съехали со своего маршрута и нашли вот здесь вот какие-то дубы 30-х годов вы можете себе представить что вот эти дубы посадили в 1936 году что мне кажется они не сто летние какие-то царская поляна давайте посмотрим что-то царская поляна нас впечатлило и мы едем дальше склонясь от маршрута ты сними всем привет вот ребят даже вот так вот здесь катаются не только на велосипедах но есть лошади с поводочкой ребята в общем и ехали по нелегальному маршруту который не входит в большое путешествие и здесь вот увидели колодец не зря мы все-таки свернули кстати реально есть водичка можно можно воду набрать больше чем уверенно хороший чистенькая вода и он там колодец я по-белорусски особо не шарю ну короче это колодец вот мы доехали до вековой сосновый лес но он здесь везде конечно присутствует но именно вот на этом месте располагается вот такая табличка здесь был большой пожар в 1811 году ребят доехали мы до по надписи лесной проб посмотрели ну не знаю похоже больше на какое-то болото вот посмотрите его раньше создавали когда это создавалось как водопой для животных ну и также и антипожарные цели а вот ребята мы подъезжаем уже к своему официальному пути тут мы сделали небольшой крючок так вот сейчас я вам покажу на карту сейчас мы поедем по пути большого путешествия ребята в общем мы сделали небольшой кружок наш маршрут проходила по вот этому пути официальный а мы как сделали мы вот так вот проехали до вот этой точке это восьмое бывшая узкоколейка и свернули вот сюда вот назад то есть мы добавили свой маршрут вот настолько ну и считаем нам дважды надо будет вот здесь вот проехать в общем нам на большое путешествие и мы едем теперь официально мы доехали до четвертой точки это болото татарская багна то есть это считается малопроходимым болотом ну вот здесь вот вот она вот так вот выглядит смотрите ну то есть я бы туда бы не пошел так ладно мы едем дальше уху вот ребята даже лес подчищают смотрите работает бензопилами впереди даже трактор стоит смотрите так ну а мы сейчас едем в следующей точке у нас будет пятая точка нашего нет уже наверное да пятая точка нашего маршрута и вот мы скоро сейчас к ней подъедем уже пошли уже такие леса более редкие и сейчас вот будет у нас пятая точка нашего маршрута она называется урочище тюрлюй что такое сейчас почитаем сейчас мы почитаем здесь даже оказывается не только машины трактора но и автобусы вот едут экскурсия в Беловежскую пущу а вот урочище тюрлюй это прекрасное место для собирания грибов и просто прогулок мы доехали до шестой точки сросшейся сосны ну сосны как сосны в лесу доехали до точки атака караеда ну ребят что-то я особо тут не наблюдаю где караеды что они тут атакуют ну вон какое-то дерево что-то там вроде пытались поесть что здесь немцы почти сто лет назад сделали огромное количество узкоколейной железной дороги вот мы сейчас по ней как бы и поедем ориентировали только на через двор 2 4 п chapters все и пол 5 и и все Тоже такие здоровые автобусы тут проезжают. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо.